приветствую всех любителей вышивки с вами оксана дериза сегодня у меня такое видео о подготовке к моему процессу серафим ангел серафим от варвара лесной ссылочку на автора дизайна я обязательно ставлю на ее группу вконтакте покупала я все в шелковой нити ссылку на этот магазин думаю уже даже можно и не оставлять все знают этот магазинчик штушевать буду я на ткани murano 32 каунта кусочек покупала 50 на 70 сейчас думаю зачем я покупала такой большой кусочек на этот дизайн он 100 на 70 крестиков такой небольшой дизайн вполне достаточно половина отреза 50 на 35 даже меньше но так как у меня 50 на 70 я сейчас разрежу пополам чтобы потом не хотела на какой-нибудь еще небольшой дизайн и буду готовиться к процессу я не проглаживаю в данном случае канву потому что я буду стирать потом стирать гладить все это будет делать потом и так отрезала я кусочек вот этого мне половинчатого карму хватит на данную вышивку так как 100 на 70 крестиков это вполне достаточно и так что нужно в первую очередь делать я обещала что будут покажу вам обязательно разметку когда размечаешь ниточками хотя данную работу можно было спокойно разметить каким маркером от фирмы прим я обычно так и делаю я бы взяла допустим данном случае белый но раз я обещала то будем делать разметку нитками и покажу вам как это делается так что нужно мне для начала сделать маркер при все равно понадобится потому что я хочу отметить крестики так здесь у меня розовый розовый мне сейчас не нужен так сейчас мне нужен белый мне кажется будет гармоничнее здесь гораздо белый карандашик я им поставлю буквально один крестик середине чтобы знать где с чего начинает разметку возможно у меня будет там не со всех краев одинаковый отступ я не знаю еще потому что бывает такое да что вроде бы как бы по центру вышивка получается но в итоге там один край потом на 5 на 5 клеточек больше чем другой получается если потому что центр он не всегда попадает в в тот крестик который между квадратами я бы так сказала слушайте а здесь видно что она хоть будет вот этого белым то может стоило розовым размечать потому что что-то по-моему нифига не видно извините за мой сланг сейчас посмотрим нет слушайте белым здесь толком ничего не видно если что наверное ли желтым это сделать тогда да или давайте попробуем желтым это сделать хотя если сомневаюсь что желтым получится и сломала белый карандашик печалька белый стержень так аккуратненько чтобы не сломать аккуратно аккуратно но пробуем на что здесь вот все равно толком не видно да нам нам сейчас главное разметить вот 1 1 этот крестик чтобы но хотя кто-то делает это иголкой кто-то вообще делает иголкой я делаю вот это так так как оксана без разметки вообще в принципе никуда я сразу начинаю теряться кто-то делает это лихо просто сразу берет первый крестик вышивает и молодцы и так далее разметила и серединку более менее так чтобы не было понятно да теперь возьмем обычную иголочку можно вышивальную иголочку и размечаю я вот такими ниточками фирмы модера это вышивальные нити но для машины вышивки их тут 200 метров и они очень очень тонкие для в одну не допустим для ручной вышивки они не подойдут потому что таких надо нити две наверное чтобы по толщине она сравнялась с обычным мульне говорится такая здесь удобная крышечка и что я беру и делаю я обычно вот допустим если мы сначала в ширину будем размечать то для первого раза для первого для первой полосы я вот достаточно чуть больше чем ширина самой ткани отрезаю ниточку продеваю ее в уголку должна сказать что на разметку бывает больше времени уходит может и хорошо что нитками буду размечать что-то видите маркер по муране не очень хочет не марки на этот карандаш прим по муране не очень хочет рисовать да ну вот примерно середину я этим желтым обозначила не знаю насколько вам хорошо видно или нет вот так да вот может быть видно теперь постараюсь чтобы вам было видно теперь что мне нужно сделать то есть один крестик это принципе два переплетения и что я делаю я середины беру значит вот эти два переплетения и иголка втыкаю чтобы она ушла в изнанку потом я отсчитываю можно и сразу продеть да а хвостик от он где-то вот на половину пусть так здесь остается но это так делаю я значит я сейчас размечаю так как как чтобы у меня на лицевой стороне были только крестики если вы хотите чтобы на лицевой стороне были полоски то потом просто делать это стак так с изнанки потом перевернете на лицевую и у вас будут потом полоски на лицевой значит один крестик уже есть на его отметили и получается что как бы крайние крестики они будут отмечены значит нам нужно отметить в еще восемь вот и что раз два три четыре это два крестика пять шесть три четыре крестика пять шесть семь восемь самое главное здесь не ошибиться вот восемь крестиков отметили и теперь у нас как бы будет такой крест на пересечении да как бы крестик из ниточек на пересечении который будет вот два крестика с этой стороны верни один крестик и один крестик с той стороны все вот это так вот первый первый квадратик от центра мы можно сказать разметили в общем то все остальное делается также дока до конца ряда то есть мы что дальше берем не очень удобно это делать конечно перед камерой это и так делается не быстро без камера перед камерой еще еще интереснее да не знаю видно вам или нет было первый раз не посмотрела я в камеру так делаем раз повторяем два три четыре пять шесть вот он шесть семь восемь для удобства можно немного ниточку немножко подлиннее но если вы экономите нитку то можно делать ее вот как раз в длину в ширину самой ткани не больше и здесь вот можно сразу сделать нет узелок делать мы не будем пока потому что мы шагаем от центра делаем еще раз в общем так как нам надо я уже говорила да что в итоге у меня получится как если 70 крестиков где-то дата у нас по три с половиной в ширину они идут да но я сделаю 4 и так поехали 1 2 3 4 5 6 7 8 кажись правильно дальше следующие снова здесь крестик 1 крестик 2 да и поехала можно было так так 2 3 4 5 6 6 7 8 видно не видно вам слишком может быть близко вот так сделать так раз я поближе делаю следующий еще раз попробуем показать небольшой такой небольшая вышивка поэтому здесь нужно 1 2 3 у нас уже получилось да и поехали следующий так раз 2 2 крестика на лицевой и поехали снова крестики и поехали снова крестики и поехали снова крестики на изнанке считаем раз так можно проколоть так чтобы было удобнее считать я могу и левой и правой рукой вы делаете так как вам удобнее я поэтому не снимаю мастер-классы чтобы не все может быть удобен мой способ как говорится да поехали дальше снова считаем значит у нас здесь 1 1 крестик 2 3 4 5 6 7 8 8 и так как у нас всего такая небольшая вышивка получается и вот так делаем а потом просто на любое количество и здесь уже на ваше усмотрение вы можете делать узелочек на конце да это надо вы вытяните вас будет узелочек а можете закрепить его другим способом если вы не любите узелки узелок он чем удобнее чем удобнее тем что вы когда потом уже будете вот так выдергивать ниточки вам пинцетом за этот узелочек будет легче всего прихватывать пинцетом и вытягивать эту выше ниточку из вышивки чтобы было удобнее так и теперь в другую сторону теперь в другую сторону тоже считаем те же по восемь клеточек на изнанке так сейчас посветлее делаем немножечко я надеюсь будет сейчас лучше видно и так следующее да то есть мы помним что здесь у нас должно быть на лицевой стороне два крестика вот так 3 одну пропускаем дырочку вторую делаем 4 5 так 6 7 8 что мне еще нравится с разметкой так вот по-моему я сбила сейчас будем пересчитывать как то есть когда я размечаю зрение конечно напрягается но зато потом когда разметка уже есть то зрение уже так не напрягается вышивая на равной мерке просчиталась видать от волнения что снимаю на камеру просчитала здесь нет не 300 здесь будет 60 крестиков с лишним а здесь 70 вот это то о чем я говорила да что иногда вот не как бы вроде от середины начинаешь да но здесь 60 чем-то крестиков здесь около 70 до получается то есть там погрешность там бывает в 5 крестиков и так далее вот ну ничего страшного давайте поехали дальше раз сейчас сейчас так оттянем здесь тогда ниточку вот так чтобы не хватило до до края и сейчас туда делаем это дело это не страшно это можно все подправить раз два три четыре пять шесть семь восемь раз два верху и поехали дальше да то есть но здесь я получается 7 крестиковых 7 квадратов должна сделать там 6 посмотрим раз два три четыре пять шесть семь восемь восемь было восемь правда же еще раз пересчитаем на всякий случай так раз два три четыре пять шесть семь восемь кто не знает как считать переплетение легче всего это вот знаете как одну дырочку пропустил во вторую посчитал пропустил посчитал пропустил посчитал так и получается 1 крестик 2 крестик так это у нас сколько квадратов раз два три четыре да еще три квадрата сразу говорю не претендуя на мастер-класс на какой-то это просто попросили показать как это делаю я не очень люблю этот формат снимать потому что не считаю себя вышивальным гуру ну вот что умею покажу и как умею покажу да самое главное как я это делаю я уже говорила да что это непросто для меня во всяком случае вот такой большой большой узелочек такую вот может быть кому-то покажется слишком огромным но зато это потом удобно я уже потом поняла что это удобно таким образом будет вытягивать ниточку за за этот узелок зацепив так мы поехали в другую сторону что там нам тоже на ноту и сделаем всем не вопрос я все равно от середины и по любому я все равно даже разметив я все равно от середины буду это все дело вышивать потому что ну мне так удобней именно когда вышивая на равномерке на льне мне так удобней может показаться что разметку не видно вы можете взять ниточку поярче принципе сейчас не вопрос можно взять ее поярче у меня есть такая наверное поперечную сделаем может быть даже поярче то есть у меня есть вот такая ниточка чтобы было лучше видно на видео наверное но мне принципе это разметки и так хорошо видно если что я ее вижу она блестит она кто-то вообще делает скажите мне ну на нитью она такая прозрачная можно еще закреплять вот таким способом не вижу белый конечно плохо видно сейчас будем красным это делать закреплять еще можно вот таким способом просто берете вот несколько раз вот так делайте шов назад иголка да вот этого можно даже вот так это сделать у нас никуда уже не денется во время всей вышивки то же самое делаем мы поперек ну давайте пусть будет красная тоже та же самая ниточка шелковая модера для машинной вышивки замеряю ее чтобы хватило хотя бы вот на всю длину и тоже иду от центра к краям у меня центр до 1 2 до 1 2 вот здесь можно что сейчас сделать узелок потом его срезать просто когда будем уже в эту сторону прошивать мы просто срежем и сейчас сделаем чтобы просто элементарно он не убежала ниточка пока мы будем тянуть ее тогда можно будет не бояться потом мы просто вытянем обратно сюда и до вышивая и так первое мы сделали отметку первым поехали 1 2 3 4 5 6 всем осторожнее до 80 с проверим как мы сделали правильно неправильно то есть вот тогда не затягиваем раз и считаем до 1 2 3 4 5 6 7 8 все верно посчитали переплетение все правильно посчитали но принцип понятен да то есть вот так выделял да вот этой красной ниточкой вам лучше гораздо видно пусть будет так тогда и поехали дальше снова отсчитываем раз два три 4 5 6 7 8 и нам надо по 10 крестиков сделать вверх и вниз так как где-то 200 крестиков у нас получается по 10 квадратов вверх и вниз 1 2 понятно да принцип почему мы 2 на лицевой 8 с изнанки да как бы размечаем хочу показать что получается на обратной стороне как видите вот то есть если вы вам удобнее чтобы были полосочки то выпад как ну как бы с изнанки это делаете а потом вы переворачиваете у вас вот такие будут разметки то есть у вас квадратики будут размечаться полосочками на лицевой стороне или же хотите вы можете как делать у вас будут пересечения крестиков да то есть почему 2 до 10 идет пересечения и пошел до 1 крестик мы видим на лицевой стороне 8 на изнанке еще один крестик на лицевой и квадрат закончился да то есть вот здесь посередине вот этого дела будет идти следующий следующая поперечная как бы линия понятно почему это делается да так еще здесь вот когда делаю я так провожу как бы на у тактильного как бы проверяя себя да вот не только зрением но тактильно что здесь именно я два переплетения пропустила 1 2 3 4 5 потому что иголочка сцепляется щелк щелк делает 6 7 щелк щелк 8 так есть следующие два крестика на лице и снова у нас изнанка 1 2 3 4 5 6 7 8 так снова 2 крестика на лице и изнанка 1 2 2 поехали 1 2 3 4 5 6 7 8 так дальше я сама и вернусь к вам уже когда полностью доделаем эту большую разметку вот так сколько мы уже отметили 1 2 3 4 5 да у нас идет 1 2 на самом деле ничего сложного вообще как мне кажется да так дальше я сейчас сама и вернусь к вам уже когда полностью доделаем эту большую разметку ну вот отдела я на пяльце то есть я буду вышивать именно это то есть изнанка пялец да то есть вот так вот я буду вышивать с этой стороны и у меня вот здесь перекрыть мне видно принципе видите даже немножко все желтым испачканном не видно вот так то есть что середина вот здесь у нас находится можно это перевернуть чтобы это было вот это лицевая для вас сторона да и тогда вы увидите вот туда уже где нет крестика это середина дальше идет и как вам уже удобно если вам удобно то вышиваете на этой стороне как она лицевая для вас ну мне удобно именно на этой стороне так дальше что теперь у нас следующим так ну будем надеяться что сейчас все будет нам видно значит первые крестики я буду делать цветом и крю это дмс у меня там ромбик идет на бежевом цвете то и крю в две ниточки я всегда если у меня в точках нитки я режу их по метру если вышивка достаточно большая то я нарезаю сразу весь моток и на органайзер навешиваю вот а могу просто вот взять то есть сначала отрезать пасма и как говорится ее использовать у меня по метру поэтому когда сложение одно делаешь в итоге она получается вся сантиметров нормальная длина я считаю и вот тут у меня как раз припасены бобинки если принципе можете вышивать до цвет за цветом то очень прикольно как раз и будет цвет за цветом значит можно вот так взять и использовать прикольную штучка так нравится я раньше не понимала в чем фишка вот этих бобиночек всевозможных теперь мне самой так нравится им играть и вот так раз вот такая бобинка всем приветик сегодня вербное воскресенье великий праздник поздравляю всех кто отмечает этот день у нас все еще пока не весна поэтому вид у меня не весенний такой на улице 23 ночью было сейчас конечно потеплее но явно не весенняя погода вот такая еду я за ниточками и распечатать схему в общем попыталась я в грустить саги разобраться что-то пока слабо получается распечатаю ладно схему в этот раз но постараюсь конечно я хочу освоить эту программу постараюсь ну чушь совсем что ли я уже вот ну пока нет пока пока не случилось посмотрю видео обучающие еще там посмотрим солнце так уже по весеннему светит прямо слепит сильно глаза ну снега много конечно ой ой поехал так что а еще пару ниточек хочу купить пару моточков с 1 дмс надеюсь что получится найти там посмотрим открыла сегодня свои подписки и ужаснулась от того что сколько я людей забыла еще которых я смотрю с удовольствием смотрю и некоторых даже нежно люблю из них я забыла их сказать в прямом эфире когда девчонки вот так меня подловили гетоксана назовите кто смотришь я многих смотрю и я люблю искренне люблю youtube поэтому я до сих пор здесь и вот я тут даже немножко взяла и себе по опису почерк у меня конечно еще тот веселый понять что я иногда как говорится пишу сама потом не могу прочитать но сейчас я решила все таки озвучить пусть списком все нет мне очень сложно составить топ там 10 топ еще что-то правда очень сложно потому что я многих с удовольствием с огромным удовольствием смотрю я сейчас тут и новенький у меня есть и те кто я постоянно в общем то подписывала подписана на них и давно давно смотрю так что сейчас я вам их озвучу очень интересный ракурс сегодня я установила на камере ну в общем попробуем и так кого я забыла озвучить и никого я люблю и с удовольствием смотрю наталья вообще не представляю как я наташеньку могла забыть девочки я забыла оксана массага озвучить я очень рада что ей пришло вдохновение она снова начала вышивать и снимать видео на youtube рукодельным я имею ввиду так как влоги у нее то выходили на других каналах их видео выходили кто не знает дальше вот оля я умница кстати я не зря ее то сказала в эфире что потеряла потому что оказывается на три месяца не снимала но вот уже дня три-четыре как вы снимает и дальше я перечисляю просто да уже елена цвет ирина шопот надежда болбат к сожалению год не снимает я вот который снежинку показывать нее и у нее сейчас канал называется надежда авдошкина прямом эфире где я говорила не прямом эфире а видео о миробилиях и сэмплерах я говорила о дизайнах на которые она меня вдохновила и ссылку я там в инфобоксе оставила нашла и оставила валерию сарычеву нежно люблю светлана п зеленская хэдмейк марина заболотная заболотская факультет рукоделия это не столько вышивки сколько там бисер плетение вязание очень интересный валерия кросс стич анна и жуня река матриц как могла забыть о реке матрица вообще не представляю светлана рукоделия надежда шепс я на неделворк мне девчонки показывали я не могла вспомнить меня смутил ее ник потом вспомнила да она же закончила вот эту мережку маки от мережки маки и вышивала их на заказ вот эту огроменную работу вообще героиня конечно как могла забыть джульет кросс стич ну юля я вообще юля сори 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 юля я не знаю это я просто волновалась на прямом эфире когда волнуешься что ты боишься кого-то там не озвучить кого-то не сказать кого и вот так случается антонина хворост редко но метко елена ст уис анна кросс стич анечка тебя-то я все обожаю мое солнышко фокс и ринка алена родина надо дарт антистрессовые крестики наташенька ольга мастер лилия кроец лилия кристалл недавно начала смотреть алену волкову она у меня участвует в марафоне один из лидеров марафона и у него очень интересные тоже проекты и татья вышивалочка тоже я буквально недавно на нее подписано татья жду от тебя новых видео но я уверена что и тут я в этом списке в огромном кого-то умудрилась не назвать кого-то умудрилась не не озвучить если буду вот так вспоминать буду видео говорить потому что мои хорошие мои любимые мои родные дорогие я вас действительно нежно люблю искренне с удовольствием смотрю поэтому снимайте снимайте чаще снимайте о вышивке снимайте хоть чуть-чуть немножко о себе снимайте в том формате в котором вам нравится снимать будь то это когда вы показываете только свои ручки и вышивку будь то это флостюб формат будь то влоги и так далее прямые эфиры и так далее снимайте очень радуюсь хорошим видео очень радуюсь вашим вышивкам законченным проектом и я я поняла почему я до сих пор здесь на youtube почему почему думаю ну четыре года ну куда уже больше да думаю ну что что же десять лет тут на youtube буду а потом я поняла что я оказывается очень все это искренне люблю потому и все еще здесь на youtube как говорят тусю да можно так сказать тусю слово такое ну и вот смотрите я тут кое-что поразмечала уже без вас сейчас покажу дальше как размечать не думайте что вот всю эту разметочку надо делать все время да постоянно считать вот как я иголочкой считала эти переплетения нет это делать только вот ну в первые ряда 2 да то есть во первых перекрещение вот этот перекрест как или крест да вот это вот пишу со словами то я не могу их вспомнить подобрать но и вот потом может быть я вот еще проверяю себя да вот так вот ряды здесь делаю и вот так ряды вот так то есть проверяю как бы себя еще могу пересчитать потому что бывает ошибаюсь но ничего страшно даже если ошибаетесь потом просто найти если вы допустим вот здесь где-то ошиблись вот скажем так горизонтальном ряду то прошивая уже размечая вертикальный ряд можно сделать ошибку исправить вот у меня здесь видно что сместились вот эти крестики на горизонтале и когда прошивать буду я вертикально я просто это все выровняю и ничего страшного все можно подправить все можно сменить и я уже говорила что если вам удобно вы можете вот вышивать так чтобы линии у вас были наверху я так королеву воронов вышивала если а можете вышивать вот таким образом и тогда у вас будет наверху просто крестики когда уже я вышиваю я прошиваю да то есть размечая следующие ряды я уже не считаю так я просто равняюсь на предыдущие ряды использую здесь лупу вот она от гаммы это лупа от гаммы пластиковая на прищепке она мне не очень удобно когда я вышиваю потому что у меня тогда лампа сзади и у меня отсвечивает лампа в эту лупу ну вот здесь когда я села размечать за столом мне показалось она очень удобной я ее на прищепке на столешницу прищепила прищепила прикрепила и сейчас буду благодаря ей смотрю и размечаю мне удобно удобнее даже чем в кепке лупе и так что же я делаю когда перехожу на следующий ряд да то есть вот я просто разворачиваю ниточку ну давай сейчас посмотрим я вертикальный ряд вместе с вами здесь размечу не знаю уже как эту камеру установить чтобы вам было все хорошо видно первое что я делаю закрепляю да то есть я ее закрепляю и ниточку вывожу вот сейчас я без лупы и без лупы мне размечать конечно крайне неудобно ну что поделать вот я оставила узелок и таким образом размечаю и вот я здесь на серединке крестика что я что я делаю я приблизительно беру и вот так иголочкой провожу и вижу уже в какую какое отверстие я примерно должна целиться да как говорится итак вот я нашла здесь то есть я иголочкой с обратной стороны как видите да то есть я вот так прошлась иголочкой по переплетению с обратной стороны и здесь тоже я посмотрела где мне надо вот так на глаз на глаз вы вымерю а теперь что я буду делать я увожу иголку на лицевую сторону сторону простите и вот так по переплетению ниточку же выравниваю как по линеечке смотрю совпало не совпало есть совпало теперь смотрю дальше совпало не совпало есть совпало значит все можно дальше вышивать дальше я отмечаю мне как два крестика нужно и следующий следующий тоже вот так иголкой провожу раз и снова смотрю вытянула ниточку иголку сюда на лицевую сторону и снова смотрю вот совпало нет видите вот здесь у меня не совпало то здесь я не не туда попала буду перекалывать видите у меня мимо а вот этот ряд вот этот ряд попал видите все хорошо то есть значит мне надо просто переколоть в соседнюю соседнюю дырочку через одно переплетение переколола вытянула ниточку правда слишком длинную сделала все можно дальше двигаться и таким образом я двигаюсь практически полностью на всю разметку делаю все в дальнейшем я уже даже вот ну сверяюсь именно таким образом то есть дальнейшем я не считаю уже как у меня вот как каждый раз вот это вот 88 крестиков я вот это вот не пересчитываю потому что можно свихнуться это все здесь и пересчитать просто вот сверилась все попало видите поехала дальше и вот таким образом дальше поступаю в общем дальше я буду размечать без вас эту вышивку сейчас я покажу вам что я приготовил как я организовала процесс и еще я обязательно здесь здесь так это было не видно я посмотрела уже что там на на вышивала еще раз покажу вам через середину клеточки как я закрепляю ниточку в начале в конце на равномерке тут рядышком идет фиолетовый цвет и будет хорошо видно потому что этот цвет конечно сливается бежевый только видно на бледно-сиреневым поэтому обязательно вам покажу давайте сейчас посмотрим что же я организовала себе для работы шкатулочку все это сделала так с уменьшим опять увеличим да пошла все-таки распечатала схему но я недовольна распечаткой это вот распечатала склеила без бэкстича 11 листов во первых да мне получилось это где-то и скотч у меня приклеился что ничего страшного вот так это выглядит значит но я уже все уже хорошо я уже чуть-чуть вроде как посмотрела видео алина рукодели как вышивать кростич сага алина объясняет хорошо спасибо ей посмотрела и в общем то я довольна наконец-то до меня дошло что нужно делать там вот я уже кростич сага открыла то есть я сейчас буду видите здесь символы другие у меня открылись другие символы то есть вот этот вот то что единичка это вот этот символ который у меня был ромбик 1 здесь в центре ну ничего страшного я общем это я первый раз буду пользоваться кростич сагой вы меня извините есть люди которые технари по мышлению есть которые гуманитари в чистом виде поэтому мне конечно удобнее по бумажной схеме но я учусь я обязательно надеюсь что концу этой вышивки я буду уже владеть кростич сагой хотя бы на уровне пользователей пусть не продвинутого но хоть какого-никакого пользы все в случае я поняла как что делать вот с этим карандашиком как и что это это уже большой плюс мне спасибо алине что она так четко хорошо разъясняет еще и два человека которых я понимаю более-менее вот на то на на фоне ким и алина рукоделия когда они вот разъясняют объясняют я честно вам скажу многие конечно делают но я далеко не всех способна воспринимать кто как рассказывает про вышивку уж меня извините ну видать все кто на кого настроен да ключ тоже распечатала и как организовала материалы мне очень нравится организовать это в таких шкатулках сейчас я вот думала маркером буду здесь делать но посмотрела видео ольги хобби арт она предлагает выжечь цифрки здесь и наверное я это и сделаю какой же он гладкий какой приятный все слушайте у меня муж только с деревом работает но вот это вот отшлифованно так как будто вот вы какую-то не знаю ткань приятную вот я теперь понимаю что такое отшлифованные отшлифованное дерево действительно хотя у меня тоже муж шлифует так что классно но вот это вот это наверное интересно вручную так шлифует или машина очень здорово и вот я решила оформить свою красоту вот так здесь всего три вида бисера они мне скромненько здесь здесь все по номерам я перемотала на эти деревянные бобинки да я знаю что я потом буду перематывать их на обычные пластиковые или кордонные когда они мне уже в процессе не пригодятся но сейчас я захотелось мне красоты я перемоталась это на деревянные бобинки номера вот здесь вот так прикрепила мне очень нравится как и выглядит моя организация так называемые лишние моточки ну дубли дубля это не лишние моточки это дубли потому что здесь есть цвета которых допустим я покупала но судя по ключу да то есть я расчет брала ключ правильно неправильно разобралась не знаю но вот по два мотка некоторых некоторых даже по три мотка не знаю насколько я верно разобралась шесть моточков кренника вот сюда же я положила вот эти бобинки замечательные мне очень понравились ежик и дельфинчик и я так подумал подумал приспособлю к я еще наверно вот это под бобинку хотя конечно здесь она не бабни для бобинки но попробую намотать посмотрим что получится вот как-то так и вот этот органайзер тоже буду использовать что касается вот этих двух цветов этих двух цветов я хотела это вышить дмс сатином поехала искать ниточки эти поехал мужу грудин куплю моточек ниток дмс сатином два гульма . мне надо ну неопытные я конечно вышивальщик в этом плане потому что я даже чуть не посмотрела не знал мне сейчас подозрение подкралась такой что 154 цвета в дмс сатине нет то есть это надо было тогда покупать получается скажите мне надо было покупать такой есть подделка да то есть китайская как сейчас я пытаюсь найти и ничего не могу найти да а вот я же отложила их специально я отложила вот короче я 550 и нашла цвет вот он видите дмс сатине 154 нет я хотела вот эту юбочку думаю заменю выше шелковым но не юбочка это а так как накидка до защитная что ли может какая-то я хотела ее дмс сатином вышить было мне такая мечта ну не сложилось и что вы думаете я взяла и нахапала еще себе дмс сатина так муж смеется вы пошла за одним моточком купила под 9 их 9 купил чуть ли не 10 до сейчас покажу думаю куплю кая еще и красненьких вся таких потому что хочу у феи маков вышить тоже сейчас достану покажу коробчонку вот так они у меня хранятся при подскажите мне как можно хранить дмс сатин и металлик потому что вот это мне не нравится организация меня ведь его уже скопилось достаточно количество организации мне не нравится вот накупила еще взяла вы купила всяких красненьких роз розовеньких и все такое в общем все и маков вот этих цветов нет которые я купила я же такая давай хапанула сразу думал надо надо мне вот эти всякие оттенки их не оказалось феи маков от мира билетом очень хотела тоже юбочку вышить я уже посмотрела по схеме в общем для феи маков вот восемьсот четырнадцатый там есть у меня вот такие от эта фирма до дом да если не ошибаюсь такие шелковые вот шестьсот шестьдесят шестой девятьсот пятнадцатых теперь у меня две ну вот это оксана конечно вот транжира всей душой как говорится душа транжирская если можно так сказать и вот не нравится мне только организации но я не знаю как не их организовать посоветуйте я боюсь что вот я перематывала на моточек вот начинала вышивать посмотрите как это выглядит это дмс сатин он крайне такой капризная ниточка конечно печалька но что делать в общем не проходит у меня страсть ко всяким блестючим блестящим ниточкам по всем видимости вот видите но у меня просто по сорок восемь рублей продавались в магазине эти ниточки я знаю что они подороже уже в интернет-магазине и мне не утерпелось ну вот эта максана наверно вся да ладно в общем не получилось у меня шелковые этой накидкой будем вышивать так таким цветом больше всего ждала больше что мне приснилось даже что мы уже пасху пробуем представляешь вообще там же мечтала ты да я хотела так сильно пасху мне уже приснилось что мы пробуем ее кусочек такой пробую этот и отрезаю а там изюм 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 такой грунт я кого-то пробую и валера спрашивает ну как тебе такая пасха он вот так хочу показать вам как наклеила вот эту девчонку на коробочку то есть вот она все вот так шкатулочки хранится и потом вот такая девчонка классик красиво и как говорит что ей очень нравится выглядит как валькирия но называется ангел серафим чтоб ты знала вот так здорово так для вдохновения да и вот когда процесс начинается вот так же поставил все и пожалуйста или вышивай красиво да процесс должен быть красивым это я теперь понимаю раньше как-то я этого не совсем понимала может быть где-то где-то мне казалось что все это ерунда это все украшательства лишний траты денег лучше я себе наборчик какой-нибудь это куплю еще один что-то мне не хочет вставать он вот наверное тогда мы его вот сюда вот так сделаем здесь будет там так облокотиться и будет красиво в общем все разметила я уже всю работу я разметил пока еще не поработала с органайзером но всему свое время канаде пока у меня вот лежит на хочу все таки выжечь на нем цифры и потом у меня как всегда у меня мусор уже здесь видите весь все уже схема схема меня интересует данный момент именно середина поэтому я вот так и буду сверяться я так как здесь вот видите печать очень нехорошая и вот эти эти вот этот участок вы не видно надо сверяться все таки со своим телефоном поэтому в общем я учусь на кростич саги что-то получается что-то пока нет но моя задача какая выучиться вышивать кростич сагой а вот это у меня такая подстраховка если я там что-то затуплю простите уж меня что я такая вот мама дорогая как говорится так и что какой я хочу цвет выделить вот здесь есть да то есть вот какой я хочу цвет выделить я хочу выделить наверное давайте попробуем пятьсот пятьдесят и посмотрим нет наверное все таки по центру чтоб шло да здесь нужно сто пятьдесят четвертый поэтому пятьсот пятьдесят и мы не будем выделять мы будем выделять сто пятьдесят четвертый вот здесь надо двумя вот пальцами до меня не доходило тоже это ну вот все когда утки на седьмые сутки и и здесь будем вышивать и что-то я смотрю там не там ли я вышивала в общем тоже что-то здесь такая потому что вот да 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 это синяя полоса центр наверно обозначает да вот здесь еще есть черная полоса такая это разметка квадрата да ну в общем будем пробовать что у нас получится в итоге и это сто пятьдесят четвертый цвет вот этот символ и вот этот символ можно вышить только с кростич саги по другому никак наверно маленький нет для меня для меня мой телефон маленький поэтому я конечно мне желание его огромное менять теперь появилась потому что схема для них там маленькая для меня ну и камеру надо менять общего появилась мне желание поменять так все видите все разметила где были ошибки она там благодаря перекрестные от этой разметки все в итоге у я увидела где какие ошибки ну вот да допустим вот тут видно да сместился крестик тем не менее на пересечении именно крестиков граница квадрата поэтому сейчас понравилось мне запяливать в смысле легче намного запяливать вот эти нурги когда ткань равномерка так что сейчас мы это дело запяли через камеру я даже руку протянула да потому что здесь раз и все одним легким движением руки как говорится потому что ткань мягкая так булочку нам надо здесь двадцать шестую наверно будет хорошо если будет двадцать шестая иголка сейчас мы выберем ту высокую жму а вот она у нас тут почему то здесь намагнитилась мы наверное ей и повышевали так и вот куда-то и я сделала неправильно у меня попробуем так вот девочки как-то говорили что мог лучше вот так вышивать значит попробуем и так вышивать наоборот надо было сделать я не привыкла вышивать чтобы утопленные была канва 5 но попробуем раз девчонки вышивает надо пробовать да так что у нас там 154 твердый цвет это вот этот красивенный сейчас моего 50 сантиметров отсчитаем я люблю чтобы у меня ниточка была нарезана 50 метр пополам складываю получается 50 и то есть у меня был один моточек это 8 отрезков по метру получается на место красота я люблю еще предлагаю вам тоже полюбоваться красота мне так нравится как это выглядит нужно найти свою линейку 50 сантиметровый дома когда живут два пацана такого возраста вроде уже взрослые уже по метр восемьдесят с лишним и все равно они такие мандалы так наверное я ниточку сейчас вышью чтобы показать вам как я делаю чтобы было виднее все таки как я делаю в равномерке закрепки вот поэтому я одну ниточку как сушки у меня завязался узелок и мне очень трудно без ногтей развязывать это сидела как оказывается это трудно развязать когда нет ногтей там стал завязаться не знаю в общем вижу я на этого кита пока потому что а там посмотрим как бы по тому же я на органайзер все это дело организую уже по ниточке возьму сейчас пока вот так потому что одну ниточку высшую органайзер еще не не выжгла ничего циферки не делала значки пусть так будет очень хорошо что здесь середине участок под такими яркими нитками потому что я посмотрела что это она снимала ничего толком не видно когда такие бежевые ниточки сушки и походу у меня здесь вверх с низом тоже перепутался надо надо наверное перепялить эти пяльца потому что не устраивает не такой вариант будем убирать раз будем убирать значит вот так то попробуем вот вверх значит это сюда видите кому удобнее может быть большим я уже говорила вы можете вышивать вот так чтобы у вас вот это лицевая была сторона мне уже принципе устраивает когда только одни крестики левша тоже не называется да мне принципе удобно когда только одни крестики поэтому запялили вот так я предпочитаю вышивать вот я видела девчонки на ю тубе показывали что вот мы лучше вышивать вот так когда утоплено но не как ты мне неудобно честное слово неудобно и так делаем сейчас покрупнее экран и надеюсь мне получится вам показать покрупнее с чем я столкнулась тем что разметка на бумажной схеме с разметкой на кростич саги вообще мне не совпадает у меня аж волосы зашевелились это как так то а как я я туда размечала все по отношению к бумажной схеме а тут получается все по-другому и так отсчитываем два крестика вот второй крестик вниз и нам надо всем всем их вверх на вышивать сам начали все же все равно также ничего сложного через петельку методом петельки так называем и крестиков всем надо нам сделать вверх чтобы прошить этот ряд я наверное этот ряд выше и покажу как я закрепляю сразу петельку при окончании вышивки через середину крестика на равномерке хотя этот я уже говорила не раз этот способ показывала хорошо очень воля соло хобби я ссылку могу на ее канал вам оставить я на канал наташа обязательно оставлю ссылку тоже вот при втором озвучивание тех кого смотрю наташа забыла сказать хотя я немного почерпнула полезного для себя интересного тоже люблю ее канал смотреть помощника и и размечать я научилась у нее может быть я делаю это немножко по-другому научилась у нее поэтому две ссылочки я обязательно оставлю на тех кого я училась и так ряд вышиван цвет такой красивый мне очень нравится этот цвет я все мечтала этим цветом думаю в 12 красавица думаю там там по-моему совсем чуть-чуть где-то вышивается думаю чушь так мало им вышивается мне так нравится им вышивать он такой красивый очень красивый даже гораздо красивее для меня чем 550 хотя там тоже красивый такой фиолетовый оттенок но там такой фиолетовый уходит в какую-то сирень а здесь такой фиолетовый уходит фукси что ли цвет не знаю так вот ряд вышли и допустим вы хотите сейчас крестик закрепить да что нужно сделать вот здесь берете вот рядом но я смотрю обычно я могу закрепить это под ниточками этими же так как они у меня идут фон по разметке этот ряд я этого делать не хочу давайте тогда сделаем так вот следующий ряд он начинается отсюда здесь один крестик потом два пропускается и еще три крестика вышиваются два крестика пропустим еще три крестика на эти так сделаем и покажу вам как тут вышивать вот как закреплять не так натяжка сушки на этих пальцах вообще барабанная такая и при этом то что на барабан это все равно можешь вот так пальцем под поддеть чтобы допустим в два прокола вышивать я все думал ну как же так если барабанная натяжка то него но во всяком случае равномерку можно так мягкую канву равномерку жесткого таком вы сомневаюсь что вы это сделаете и ты демс вот и что вы можете сделать допустим здесь то можно взять рядом допустим вы видите темной ниточкой вы вышиваете вы видите что у вас рядом тоже будет темные крестики что можно сделать середину того темного до крестика следующего который бы здесь будет да вот видите середину ниточку и через не диагональ ки закрепляйте а вот сначала через вертикаль ки вот сюда же в середину не знаю видно вам или нет вот должно быть видно сейчас видите и можно через горизонталь ки я делаю обычно три стежка алла соби алла соло хобби по коля соло хобби показала 4 стежка она делает можно делать их ой получился такой сильно большой да но можно даже два можно даже два никуда она не денется сейчас я положу чтобы заправить надо ниточку опять не мне кажется даже даже два вот этих стежка и она уже никуда не денется если вы сделаете целых четыре то это вообще не знаю так 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 фокусируемся и вот так же вот здесь вот в центр утра сын центр сюда все и потом можете вывести наизнанку в любом месте и он изнанку на лицевую сторону и отрезать есть второй вариант и вот его сейчас не будет не слишком хорошо будет видно наверно вам через под крестиком то есть вы также выводите видите вот здесь сбоку то есть крестик у вас крестик у вас а вы выводите сбоку и под крестиком под крестиком под ниточкой вот туда середину вкалываете так есть то то же самое с другой стороны делаете то же самое делаете с другой стороны мне кажется таких можно сделать всего два можно сделать это через верх следующий стежок а можно сделать сбоку без разницы вот мне кажется всего два достаточно видите вот тоже я вывела между крестиками и в колола середину все если вы вышиваете на раме и вы не хотите ее крутить вертеть вы просто рядом выводите эту ниточку в любом месте в любом и отрезаете то есть вы натягиваете двумя руками и отрезаете и как мне не видно ничего тут без без этой камеры все вы отрезаете и не видно все вы вы закрепили нитку она никуда от вас не денется вот вы закрепили но вообще никуда не денется от вас видите она между крестиками вас закрепилась и следующий вы хотите допустим вышивать можно вышивать тогда вот следующий ряд это можно делать двумя способами можно вот так то есть вы в правый верхний угол до следующего крестиков кололи через середину ниточку вытянули вытягиваете вот так потом аккуратненько не затягивая на изнанку вывели и делаете у вас так аппетитик получился он прикроется это наша закрепочка и потом делаете полукрестик все дальше вы по схеме можете вышивать может даже крест сразу не за не зашивать не закрывать его по схеме можете вышивать допустим мне надо вниз три крестика я делаю по схеме три стежка и закрываю потом уже их вверх вот эта закрепка она тоже у вас никуда не денется можете не бояться можете даже рисовать если хотите пожалуйста вот сейчас метод рисования ну потому что мне когда вот крестики идут вверх вот этот вот верхний полукрест у меня почему-то не всегда получается он красиво и я уже привыкла я когда вверх вышиваю я рисую так если я зашиваю крестик и у меня идет вверх все я просто рисую ну вот все вас и когда крепко есть ее и не видно и поверьте вот это вот то что вот мы тут закрепили с вами этого тоже будет не видно особенно если темный крестик рядом но если у вас кругом везде светлые крестики сделать это как я показала во втором случае под тем же законченным где вы закончили пришивать под тем же крестиком это тоже достаточно легко по поводу разметки я вам все показала дальше я вышивать буду без вас сейчас посмотрю что у меня на планшете с разметкой в итоге на планшете тоже не совпадает но планшета как удобно вышивать посмотрите только он у нас глючный этот планшет не немножко множко он глючный спасибо вот вот здесь тоже разметка у кростич сагана то есть в программе такая разметка на бумаге получилось pdf формате такая не знаю почему не могу сказать это вопрос не ко мне вот ну так что надо мне определяться как как я буду вышивать по по кростич саги буду ли я вышивать полностью или по бумажной схеме но по бумажной схеме вот и к сожалению я распечатала и мне эти символы увы не видно поэтому придется наверно осваивать саму как говорится вот ну хорошо если это будет планшет потому что слушайте вот если сравнивать до планшет и телефон вы сами видите разницу сами видите какой экран там и какой экран здесь здесь можно сделать и крупные все надо осваивать тогда ну на сегодня у меня все что я хотела вам показать я начала новый еще один процесс торопиться я с ним не буду буду вышивать его по мере потребности в этом процессе как говорится надеюсь получить от него по максимуму удовольствия надеюсь что хоть немного это видео получит принесло вам пользы вы повышевали со мной вместе желаем творческих успехов вдохновения море новых интересных проектов получать от вышивки море удовольствие увидимся с вами следующих видео с вами была оксана дириза пока пока